Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, взрослые! Я рада вас приветствовать на нашей познавательном часе, который проходит в рамках мероприятий под названием «Здравствуй, не скучная наука» и посвящен Году науки и технологий в Российской Федерации, ведь 2021 год объявлен Годом науки и технологий. О, сколько нам открытий чудных готовит просвещение дух и опыт сын ошибок трудных, тугений, парадоксов друг. Это замечательно, бессмертное четверостише Александра Сергеевича Пушкина известно, и многие годы оно было заставкой изумительной передачи «Очевидное, невероятное». Всем нам известны имена великих изобретателей – Архимеда, Леонардо да Винчи, Ломоносова, Николая Тесла, всех тех, кто изменил ход человеческих историй и заложил основы того, что мы называем научно-техническим прогрессом. История человечества тесно связана с постоянным прогрессом, развитием технологий, новыми открытиями и изобретениями. Некоторые технологии устарели и стали историей. Бесчисленное количество открытий было утрачено в довороте времени. Иные, не оцененные современниками, ждали признания и внедрения десятки и сотни лет. Можно смело утверждать, что история человечества – это история изобретений. Каждый век внес свой вклад в историю научных открытий. Сегодня с вами, ребята, мы узнаем о великих российских изобретениях и их авторах. Сегодня я познакомлю вас с интересной темой «Великие изобретения, открытия и их авторы». Год науки и технологий – это хороший повод для проведения в библиотеках различных мероприятий по продвижению научно-популярной литературы и привлечения внимания к научным открытиям и технологическим движениям. Выдающиеся открытия, изобретения и их авторы. В быстром темпе жизни мы настолько привыкли пользоваться результатами труда изобретателей, что воспринимаем технический прогресс как само собой разумеющийся, не интересуясь историей создания отдельных изобретений, без которых, кстати, мы уже не представляем свое существование. Если имена создателей художественных или музыкальных произведений широко известны общественности, то изобретатели в области техники знают немногие, а чаще они и вовсе неизвестны. И все же мы поймем мир, окружающий нас, мир машин, двигателей, приборов, автомобилей, самолетов, если заставим себя оглянуться на прошлое и задуматься о происхождении тех предметов и вещей, которые нам служат. В нашей стране было много выдающихся деятелей, о которых мы, к сожалению, забываем, не говоря уже об открытиях, которые были сделаны русскими учеными и изобретателями. Российская наука не только одна из самых великих в мире, она еще является кузницей кадров для других стран. В мире существует термин «русская наука». Многие ученые, которых так именуют, уже давно не живут в России, хотя и учились здесь. Первая электрическая лампочка. Это действительно научная революция. Для нас это обыденное дело. И вот 11 июля 1874 года российский инженер Александр Николаевич Лодыгин получил патент за номером 1619 на нитевую лампу. В качестве нити накала он использовал угольный стержень, помещенный в вакуумированный сосуд. А немного позже русский электротехник Павел Николаевич Яблочков, работая над электрической свечой, заметил, что коалин электропроводен при высокой температуре. В процессе работы он и создал коалиновую лампу. И особенность данной лампы была в том, что она не требовала вакуума и нить накала не перегорала на открытом воздухе. Более подробно остановимся на Александре Николаевичу Лодыгину. Александр Николаевич Лодыгин – российский электротехник. Как я уже говорила, изобрел угольную лампу накаливания. Один из основателей электротермии. За это он получил Ломоносовскую премию. В 1890-х годах Лодыгин изобрел несколько типов ламп с металлическими нитями накала. Лодыгин конструировал также природы электрического отопления. Респираторы с электрическим источником кислорода для дыхания. Электрические печки для плавки металловый руд, а также для термообработки. А Павел Николаевич Яблочков – российский электротехник, изобретатель и предприниматель. Он изобрел договую лампу без регулятора, электрическую свечу, свеча Яблочкова, чем положил начало первой практически применимой системе электрического освещения. Без него электротехника не дошла бы так скоро до современного блестящего состояния. Попов Александр Степанович – русский физик, изобретатель радио. Всю жизнь он был одержим электротехникой и физикой. Он все свое время проводит с опытами, а именно изучает электромагнитные колебания. И вот в 1896 году Попов продемонстрировал работу телеграфа. На дистанции 250 метров он отправил всего два слова – Генрих Герц. Со временем расстояние увеличили до 5 километров. Власть отметила его усердие, и его изобретение получили первое применение на морском флоте. Примерно в эти годы он занимается изучением рентгеновских лучей. Им сделаны первые снимки человеческих конечностей. Но, конечно, самая великая заслуга – это то, что он изобрел радио. И вот 7 мая 1895 года Попов продемонстрировал действия своего прибора первым в мире радиоприемником. И с тех пор день 7 мая стал днем рождения радио. Владимир Казмич Зворыкин – ученый, изобретатель в области электроники, отец телевидения. В 1929 году запатентовал приемную вакуумную трубку – кинескоп, ставшую ключевым элементом телевизора на следующие 60 лет. Еще через 5 лет была продемонстрирована работа иконоскопа, передающего устройство нового типа. Таким образом, Зворыкин фактически открыл новую эпоху в истории телевидения, доказав возможность немеханического телевидения. А в 1936 году три телекамеры Зворыкинской системы смогли провести первую в мире прямую трансляцию с Олимпийских игр из Берлина. Представляете, это в далеком 1936 году. Он обладатель более 120 патентов. Александр Михайлович Понитов. Радостью просмотра видеофильмов мы обязаны этому человеку, русскому инженеру, который после революции эмигрировал в США и основал там собственную компанию Ampex. Ему удалось собрать в своей фирме очень сильную команду инженеров-разработчиков. И в 1956 году Ampex выпустил первый видеомагнитофон. Новое чудо техники в корне изменило процесс создания телевизионных передач. Если раньше почти все не шли в прямом эфире, то теперь появилась возможность готовить передачи задолго до показа и записывать их на видеопленку. Александр Федорович Можайский. Талантливый русский изобретатель, первый в мире создал самолет в натуральную величину, способный поднять воздух человека. Это был творческий подвиг, навеки прославивший нашу Родину. К сожалению, сохранившиеся документальные материалы не позволяют в необходимых подробностях дать описание самолета Можайского и его испытаний. Теперь, когда история развития авиации хорошо изучена, можно по достоинству оценить заслугу русского изобретателя, предложившего во второй половине XIX века конструкцию самолета. Представляете, во второй половине XIX века и все пять основных элементов которого присущи современным самолетам. Это силовая установка, фюзеляж, хвостовое оперение, крыло и шасси. Огнеслав Степанович Костович. Изобретатель, конструктор, автор многих и многих изобретений. Сегодня достаточно сложно составить полный список изобретений Костовича. Это и такие простые вещи, как технология использования воздушных шаров для сигнализации на море, и такие сложные механизмы, как двигатель внутреннего сгорания. Представляет интерес и его идея о воздушной торпеде, а также оборудование для подъема утонувших кораблей. Костович реализовал права почти на сотню изобретений, но многие из них так и остались на бумаге. Он так и не стал широко известен, как его современники. Глеб Евгеньевич Котельников. Изобретатель, создатель первого в мире авиационного ранцевого парашюта. В 1923 году он создал новую модель ранцевого парашюта, а затем модель парашюта РК-3 с мягким ранцем. А уже в 1924 году изготовил грузовой парашют РК-4 с куполом диаметром 12 метров. На этом парашюте можно было опускать груз до 300 килограммов. Игорь Иванович Сикорский. Выдающийся русский ученый-авиаконструктор. После ряда изобретений в возрасте 23 лет, представьте только, в возрасте 23 лет стал главным конструктором русско-балтийского завода и самым молодым авиационным изобретателем в мире. Первым в мире построил многомоторный самолет. Первым в мире совершил дальний перелет в Санкт-Петербург-Киев. Создатель лайнеров для трансатлантических перелетов, гидросамолетов, изобретатель вертолета. Константин Эдуардович Салковский. Российский ученый-изобретатель, основоположник современной космонавтики. Его труды в области аэродинамики и ракетодинамики, теории, самолета и дирижабля. Стоит особо отметить, что именно Константину Эдуардовичу принадлежала совершенно новая идея для тех времен постройки аэроплана, имеющего металлическую ошибку и каркас. Помимо всего прочего, благодаря уникальным и продуманным предложениям этого великого исследователя, на сегодняшний день практически вся военная артиллерия использует эстакады для запуска залпового огня. Кроме этого, именно Салковский продумал способ дозаправки ракет во время их непосредственного полета. Сергей Павлович Королев, российский ученый-конструктор, академик Академии науки СССР, организатор ракетной и космической программ, основоположник практической космонавтики. Под руководством Сергея Королева созданы баллистические геофизические ракеты, первые искусственные спутники Земли, спутники различного назначения, космические корабли «Восток-Восход», на которых впервые в истории совершены космический полет человека и выход человека в космос. Андрей Николаевич Туполев, российский авиаконструктор, академик Академии наук СССР, генерал-полковник, инженер. Алексей Туполев, сын знаменитого авиаконструктора Андрея Туполева, он участвовал в создании многих самолетов серии Ту и их модификации. Среди них были в частности Ту-134, советский пассажирский самолет, рассчитанный на 76-80 пассажиров, который был разработан в начале 1960-х и был выведен из эксплуатации только в 2019 году. Также участвовал в разработке советского сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144. Также под его руководством был разработан самолет Ту-154, трехдвигательный реактивный пассажирский авиалайнер для авиалиний средней протяженности, рассчитанный на перевозку 150-180 пассажиров. Софья Васильевна Ковалевская, российский математик, первая женщина-член-корреспондент Петербургской академии наук. Именно первая в мире женщина-профессор математики, в России вообще первая женщина-профессор и первая женщина-член-корреспондент Российской академии наук. Чтобы присвоить Ковалевской это звание, пришлось даже изменить устав академии. Но, пожалуй, еще важнее пример Софьи для талантливых девушек не только в России, но и во всем мире. Она, по сути, открыла женщинам дорогу в университеты и точные науки. Основные труды по математическому анализу, механике и астрономии. Николай Иванович Лобачевский, создатель неуклидовой геометрии, так называемой геометрии Лобачевского. Открытие Лобачевского, не получившее признание современника в свое время, совершило переворот в представлении о природе пространств, в основе которого более двух тысяч лет лежало учение Евглида и оказало огромное влияние на развитие математического мышления. Его труды по алгебре, математическому анализу, теории вероятности, механике, физике и астрономии. Далее Владимир Петрович Демихов, ученый-экспериментатор, основоположник мировой трансплантологии. Эксперименты Демихова по пересадке жизненно важных органов сердца, легких, почек, проделанные в 40-е и 50-е годы, это большая исследовательская работа, которая позволила и разработать оригинальные и интересные методы трансплантации. Доктор Демихов – один из величайших экспериментаторов мира, технологиями которого до сегодняшнего дня пользуются все клиники мира, занимающиеся пересадками сердца, печени, почек и легких. Так говорят о Владимире Петровиче в наше время. К примеру, он первым создал в мире искусственное сердце в 1937 году и выполнил первую в мире пересадку сердца в грудную полость собаки в далеком 1946 году. Удивительный человек. И, наконец, Игорь Васильевич Курчатов – российский физик, организатор и руководитель работ по атомной науке и технике в СССР. Игорь Курчатов совместно с сотрудниками обнаружил ядерную изомерию. Под руководством Курчатова сооружен первый отечественный циклотрон, открыто спонтанное отделение ядер урана, разработана противоминная защита кораблей, созданный в первой в Европе ядерный реактор, первая в СССР атомная бомба, первая в мире термоядерная бомба и атомная электростанция. Вот, ребята, какие вы сегодня познакомились с великими учеными, изобретателями, с их великими изобретениями и открытиями. И, наверное, из всего сказанного вы поняли, что изобретение и открытие – это не одно и то же, что изобретение – это новое техническое решение задачи, обладающие существенными отличиями и дающие положительный эффект. И открытие – это тоже новое достижение, совершаемое в процессе научного познания природы и общества. Вот, например, ракету нельзя открыть, ее можно только изобрести и сконструировать. А вот закон всемирного тагетения можно только открыть, проводя наблюдения и опыты. А какая наука без опытов? И вот я сегодня вам продемонстрирую несколько опытов, которые можно проводить в домашних условиях. Итак, приготовились. Я начинаю несколько, проведу несколько опытов. Но знайте, что все необходимое я подготовила заранее. Значит, во-первых, необходимы перчатки, потому что здесь будут такие, для опыта потребуются такие элементы, которые нужно беречь руки своими. Итак, первый опыт. Нам нужна пищевая сода, столовый уксус, чайная ложка, пустая бутылочка и воздушный шарик. Ну, я заранее уже налила в бутылочку столовый уксус, заранее в воздушный шарик положила 3 чайные ложки пищевой соды. И теперь мы с вами посмотрим этот опыт. Теперь нужно наш воздушный шарик прикрепить в горлышко бутылочки и высыпать содержимое шарика в бутылочку, где находится столовый уксус. И посмотрим, что же из этого получится. Так, видите, происходит реакция, происходит соединение пищевой соды и соединение уксуса. Начинает выделяться углекислый газ, он заполняет всю бутылочку и дальше ему некуда деваться. И он заполняет наш воздушный шарик, который, видите, надувается сам самостоятельно. Но я забыла вас предупредить, ребята, что все эти опыты нужно проводить в присутствии взрослых или старших братьев и сестер и обязательно соблюдать технику безопасности. Это в первую очередь. Но пока наш шарик будет дальше надуваться, мы приступим ко второму опыту. Для второго опыта требуется стакан, в который я налила уже чистую воду. Далее требуется зеленка, которая во всех есть у нас дома. Дальше ватная палочка. Затем я этой ватной палочкой промываю ватную палочку. Получается вот такой зеленый раствор. Видите? И что же дальше? Дальше мы берем следующие компоненты. Наливаем немножко раствор аммиака. Или нашатырный спирт, иначе. Далее наливаем перекись водорода. Это во всех в аптечках есть перекись водорода. Тоже сюда несколько капель заливаем. И смотрим, что же происходит. Сбалтываем палочкой. И вот результат. Смотрите. У нас жидкость обесцветилась. Здесь тоже произошла реакция. А вы знаете, что вот этот маленький опыт можно проводить в домашних условиях. Если вы случайно капнули зеленкой на одежду, на блузку, платье. Тогда можно вывести это пятно. Вот я беру зеленку. Вот у меня лоток. Тарелочка. Я обмазываю платок зеленкой. Дальше капаю немножко аммиаком. Капаю немножко кислотой, перекисью водорода. Беру чистую палочку и начинаю вот так вот все распределять по этому пятнышку. Чтобы пятнышко у нас исчезло. И вот волшебство. И вот волшебство. Пятнышка здесь нет. Чистый лоток. А было вымазано зеленкой. Вот такой вот эксперимент. Поэтому можно не выбрасывать блузку, там брюки или рубашечку, а можно вот таким образом привести ее в порядок. И следующий опыт, который я вам проведу, называется кровавая лава. Ой, очень красивое название. Для этого нужно растительное масло, томатный сок и стаканчик чистый. Ну, я заранее уже сделала, потому что времени нет. Сначала мы наливаем томатную пасту, затем аккуратно наливаем подсолнечное масло, а затем кидаем две такие таблетки-шипучки, как они называются, и посмотрим, что же здесь происходит. Вот я кинула одну таблетку, и вот я кинула вторую таблетку, и ждем результата, когда таблетки начнут работать, и когда у нас получится эксперимент. Так, придется немного подождать, видите, начинаются пузырьки. И потихоньку начинает томатная, томаты, содержимое, начинает подниматься кверху, видите, и вот происходит вот такое вот кровавая лава происходит. Но здесь нужно подольше времени, да, чтобы оно бурлило. Ну, вот бурлит, все равно вы видите, да? Бурлит, бурлит, как настоящая лава. Очень интересный эксперимент. Так, ну вот я таких вот сделала три небольших опыта. Я думаю, что они вам понравились, и вы вполне можете их проделать у себя дома. Но, как я уже говорила, что необходимо для этого, что, о, видите, вот пошло, пошло, вот оно чем дольше, да? И начинается, вот действительно, видите, зашипело, вон, какая реакция получается, очень красиво. Но я не знаю, как насчет томатного сока и насчет растительного масла. Родители, наверное, будут недовольны, что вы будете использовать эти продукты, но вы в присутствии родителей можете провести им вот такой эксперимент и показать. Еще, ребята, я хочу вам сказать, что в проведении этих опытов я использовала вот такие вот книги, которые есть у нас в библиотеке. Это изумительная книжка, большая копилка увлекательных опытов для детей и взрослых. Посмотрите, какая она толстая. Вот, прекрасно оформлена, читается легко и просто. И вторая книга – это «Эксперименты и опыты. Занимательная науки Аванте». Тоже, вот, я только лишь открою, здесь рисунки, все понятно, все ясно, все написано. И здесь вот вы, наверное, видите, что сзади меня вот такая вот книжная выставка, где расположены книги, которые я рекомендую вам для прочтения. Все равно в течение всего этого года вам будут давать задания написать рефераты, доклады, сообщения, какие-то выступления. Конечно, у вас есть интернет, но все-таки лучше, когда вы берете прекрасные энциклопедические словари, энциклопедии и оттуда берете данные. Вот, вот, сейчас смотрите-ка, вот что получилось с нашей кровавой лавой. Окончательно, все, оно все, масло уже не видно, и томатный сок весь бурлит, весь шипит, как действительно лава. Я думаю, ребята, что вам сегодняшнее мероприятие понравилось, и я думаю, что все-таки некоторые имена, о которых я сегодня говорила, вы не знали о них, но теперь узнали. Их нужно помнить и знать, потому что эти люди сделали очень многое для того, чтобы мы сейчас пользовались всеми научными достижениями, которыми сейчас пользуемся. А сейчас, дорогие ребята, я хочу, как говорится, сделать фотографию. Можно, чтобы вы свои... Открыли, да. Фотографики открыли, и мы с вами сделаем фотографию. Это буквально быстренько, раз, и все. Ребята, откройте, пожалуйста, свое видео. Что-то у меня не открывается. Галерею откроем? Давайте все полностью открываемся. Вам понравилось? Спасибо. Я думаю, что в течение года мы с вами еще будем встречаться, потому что весь год будет посвящен Году науки и техники, и весь год мы будем проводить какие-то мероприятия, встречи. Вот, поэтому я думаю, что это наша не последняя встреча. Большое спасибо вам всем. Ну, я смотрю, никто не хочет открывать свои квадратики, но это... Давайте тогда так. Ну, они стесняются. Они стесняются. Они стесняются, да. Людмила Николаевна, спасибо вам большое за интересную беседу, тем более еще опытом. Я думаю, что нашим слушателям пригодится. Спасибо, ребята, что нашли время, и мы вместе с вами провели это время с пользой, не только с пользой, но еще и многое узнали. Большое спасибо. На этом наша встреча заканчивается. Всем огромное спасибо. До свидания. До новых встреч. Всего доброго. До новых встреч. Считайте, читайте с удовольствием, самое главное. И вы будете все знать и все уметь. Книги – это богатство, это источник знаний. Спасибо еще раз, Людмила Николаевна, за встречу. Спасибо вам. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok